Всем привет! Меня зовут Софья Грицунова. Добро пожаловать на канал магазина товаров для новорожденных Piccolo. В этом видео мы с вами познакомимся и сравним три самых популярных коляски от немецкого бренда ABC Design. Это у нас будет коляска ABC Design Salsa for Air, флагманская модель, и две более легкие коляски, это Samba и Swing. Также я вам покажу автокресло 0+, ABC Design Tulip, и в конце видео я расскажу, какая коляска подойдет именно вам. И, кстати, советую сразу подписаться на наш инстаграм-аккаунт Piccolo Детки, потому что 8 ноября у нас стартует конкурс, где мы разыграем одну из колясок ABC Design. Да-да, вот такой шикарный подарок. Ну а сейчас предлагаю начать знакомство. Хочу начать с небольшой историей. ABC Design это немецкие коляски, и они представлены в 45 странах по всему миру. А в Германии их особенно любят будущие родители, потому что 30% родителей выбирают именно эти коляски, а это первое место по продажам в Германии. Возможно, в России вам знаком бренд FD Design. Дело в том, что торговая марка ABC Design в России была долгое время занята, и производителю в Германии приходилось выпускать отдельную партию для России и маркировать их названием FD Design. Но сейчас все юридические моменты урегулированы, и наконец-то к коляскам вернулось их оригинальное имя, а именно ABC Design. Ну что, давайте начнем с флагманской модели. Это Salsa 4 Air, и перед вами абсолютно новая модель, потому что это версия 2022 года. Эта коляска настоящий внедорожник. За счет шасси с интересным функционалом, а также огромного спального блока, эта коляска становится идеальной для любого покрытия дорог и для любых погодных условий. Из ее названия Salsa 4 Air вы можете понять, что у коляски 4 колеса, и все они надувные. Это дает дополнительную мягкость хода и амортизацию. Возможно, вас может смутить, что такие колеса легко проколоть. Но за это не нужно переживать, потому что компания ABC Design использует тот же материал, что и у автомобильных шин. Поэтому проколоть такие колеса практически невозможно. Итого, у нас мягкость хода обеспечивается за счет надувных колес. Передние колеса 24 см, задние 27 см. Также присутствует амортизация на передних колесах и закрытая амортизация на задних колесах. И еще амортизация под спальным блоком. При этом передние поворотные колеса мы с вами можем зафиксировать для прохождения сложного участка дороги. Еще одна интересная особенность, это то, что на передних колесах выполнена односторонняя вилка. Это сделано для того, чтобы в этой части не сбивался снег над колесом. И при прокручивании колеса снег будет легко вылетать со свободной стороны. И на всех четырех колесах используются шариковые подшипники. Они дают лучшее управление коляске и маневренность. Под спальным блоком у нас есть очень вместительная корзина. Она выдерживает 5 кг. Сюда поместятся не только все ваши игрушки на прогулку, а также можно посудить сюда даже собачку. Но если вам весь объем корзины не нужен, то ее можно приподнять, и она станет чуть компактнее. У коляски очень красивая ручка. Она обтянута эко-кожей и имеет прострочку. Поэтому за нее будет вам очень приятно держаться не только физически, но и эстетически. При этом ручка телескопическая. Это значит, что она меняет свою высоту. И всем членам вашей семьи будет очень комфортно гулять с малышом. Высота ручки меняется от 101 сантиметра от земли до 110. И еще хочу обратить ваше внимание, что сзади у коляски отсутствует ось между колесами. Поэтому даже при самом широком шаге вы не будете пинать коляску. Теперь давайте подробно познакомимся со спальным блоком коляски. И сразу хочу обратить ваше внимание, что у всех трех моделей, у Salsa4Air, у Sambo и у Swing абсолютно одинаковый спальный блок. Отличаются только шасси коляски и прогулочные блоки. Обратите внимание, что на спальных блоках ABC Design можно сделать все одной рукой. Представим, что в другой руке у вас находится ребенок. Мы с вами можем открыть накидку на спальный блок, при этом откинуть ее, и она у нас никуда не улетит. Затем мы нажимаем две кнопки на капоре, опускаем капор и укладываем в спальный блок малыша. Размер по матрасику здесь 76 на 34 сантиметра, а глубина спального блока 22 сантиметра. Это очень вместительный спальный блок. И малыш даже в очень пухлом зимнем конверте здесь будет очень комфортно отдыхать. А если вы сейчас выбираете как раз таки зимний конверт, то на нашем YouTube канале есть отдельное видео про разные модели зимних конвертов. Ссылочку я оставлю здесь и в описании. В спальном блоке есть еще одна функция, которую вы точно полюбите. Это панорамная вентиляция. Через нее в спальный блок будет поступать свежий воздух. Но чтобы малыша не продуло, у матрасика предусмотрен специальный подголовник. И также данный разъем будет служить и окошком. Ваш малыш научится уже переворачиваться на животик и захочет узнать, а что же есть в мире еще, кроме капора и лица мамы. Поэтому смело выкладывайте его на животик. Он будет изучать мир вокруг через это специальное окошко. Но хочу сказать, что это лучше делать в теплое время года, когда малыш будет гулять в легкой одежде. Капор у нас имеет сегмент с расширением. Для этого мы с вами открываем молнию. Приподнимаем одно ребро жесткости. Нажимаем две клавиши и опускаем капор. Теперь у нас малыш хорошо закрыт от солнышка и от непогоды. А под специальным окошечком у нас прячется еще одна вентиляция. Кстати, капор имеет защиту от ультрафиолетовых лучей 50+. Спальный блок у коляски выполнен из многослойной ткани. Поэтому он ветрозащитный, непродуваемый. И если мы уберем с вами ребра жесткости, то можем сложить спальный блок в плоский блинчик. Я позже покажу, как это делается. И также в капор интегрирована ручка-переноска. Мы с вами нажимаем две клавиши с памятью и снимаем спальный блок. И на его место устанавливаем уже прогулочный блок. Прогулочный блок у коляски реверсивный. Он может быть установлен как лицом к родителю, так и лицом к окружающему миру. Чтобы малыш уже интересовался, что происходит вокруг него. Также у прогулочного блока есть несколько наклонов спинки. Это сидячее положение. Также есть режим полуотдыха. И полностью горизонтальное положение для комфортного сна. Размер спального места в таком разложенном положении 97 на 31 см. Вы можете обратить внимание, что здесь и так уже очень большой капор. Но мы можем его дополнительно расширить. И он станет очень большим. И будет классно закрывать малыша от непогоды, либо от очень яркого солнца. А с помощью вентиляционного окошечка в капоре можно наблюдать за малышом. И узнать, проснулся он уже или нет. У коляски пятиточечные ремни безопасности. Которые регулируются по высоте в зависимости от роста ребенка. Также есть удобный бампер, за который малыш будет держаться. И бампер съемный как с одной, так и с другой стороны. Также здесь регулируемая подножка с непромокаемым покрытием, за которым легко ухаживать. Теперь немного технической информации. Вес коляски со спальным блоком составляет 14 кг. Вес коляски с прогулочным блоком 14,5 кг. Максимальная нагрузка на прогулочный блок 22 кг. И ширина коляски по задней части шасси 63 см. Теперь давайте посмотрим, как складывается коляска. Она может быть сложной как с прогулочным блоком, так и без него. Для этого я уже поставила коляску на тормоз. Теперь нажимаю два фиксатора и просто опускаю коляску в самый низ. При этом она у нас может самостоятельно стоять. И для большей компактности я рекомендую убрать подножку для малыша. Теперь давайте посмотрим, как раскладывается коляска. Для этого я отжимаю специальный фиксатор и просто тяну ручку на себя. Очень просто. Я обещала показать, как складывается спальный блок в блинчик. Для этого мы с вами опускаем капор коляски. Для удобства открываем накидку на спальный блок и убираем матрасик. Внутри мы с вами видим два ребра жесткости, которые нужно вытащить из пазов. Мы с вами тянем за специальные петельки с одной стороны и с другой стороны. Хочу обратить ваше внимание, что я сразу сняла два адаптера и у нас спальный блок сложился в плоский блинчик. И теперь он занимает совсем немного места. Если сложить все элементы коляски вместе, то она будет очень компактной для транспортировки и хранения. Напомню, что уходит в комплект коляски Salsa for Air. Это шасси, спальный блок, прогулочный блок, накидка на ножки, москитная сетка, дождевик, сумка для мамы и адаптеры для автокресел 0+, с выходом как у Maxi Cozy. Это самая богатая комплектация среди всех колясок ABC Design. Теперь давайте познакомимся с двумя другими колясками. Это Swing и Sambo. Хочу напомнить, что у всех трех колясок абсолютно одинаковые спальные блоки по всем своим размерам и характеристикам. Поэтому две следующие модели мы сравним прогулочные блоки и шасси. Следующая по габаритам и по весу коляска – это модель Sambo. Она уже со спальным блоком будет весить 13 кг, с прогулочным блоком – 12,6 кг. Максимальная нагрузка на прогулочный блок остается той же – 22 кг. И изменилась ширина шасси. Она теперь стала 61 см, то есть на 2 см меньше, чем у Salsa. Колеса у модели Sambo теперь выполнены с наполнением гель. Он чуть пожестче, чем надувные колеса, но за счет этого обеспечивается меньший вес коляски и ее габариты. Диаметр колес остался прежним. Передние колеса – 24 см, задние – 27 см. Также сохранилась амортизация на передних и на задних колесах, а под спальным блоком амортизации теперь отсутствует. Если сравнивать коляски Sambo и Salsa, то Sambo будет чуть полегче на 1 кг, меньше по габаритам на пару сантиметров и чуть-чуть пожестче за счет своих гелевых колес. Здесь также сохранилась телескопическая ручка, и она меняет свою высоту от 103 см до 113 см. Прогулочный блок здесь также может быть установлен как лицом к родителю, так и лицом к окружающему миру. Есть несколько положений спинки. Это положение сидения, затем отдыха и полностью горизонтальное положение – это для сна. Размеры спального места – 95 на 28 см. У коляски Sambo капор чуть меньше, чем у Salsa, его тоже можно расширить, и он закрывает малыша, но не так глубоко, как у Salsa. В дополнительном сегменте у нас появляется вентиляционное окошечко для наблюдения за малышом. У коляски пятиточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте, также есть удобный бампер, он съемный с двух сторон, как с левой, так и с правой стороны. И у коляски есть регулируемая подножка с непромокаемой частью, за которой будет тоже легко ухаживать. Коляску можно сложить как с прогулочным блоком, так и без него. Чтобы это выглядело красиво, лучше сначала опустить спинку, затем нажимаем два фиксатора на ручке коляски и опускаем ее в самый низ. Также до щелчка, чтобы у нас зафиксировался здесь страховочный фиксатор. И для большей компактности опускаем подножку для малыша. И в сложенном виде коляска может самостоятельно стоять. Раскладывается коляска тоже достаточно просто. Мы убираем ограничитель, который у нас крепит раму здесь, и просто тянем коляску наверх. Все, поднимаем спинку и опускаем капор. В коляске Самбо есть еще одна прекрасная особенность. В отличие от моделей Сальса и Свин, которые можно приобрести только в комплектации 2 в 1, то есть со спальным и с прогулочным блоком, коляску Самбо можно приобрести как 2 в 1, так и только в прогулочном варианте. Поэтому, если вы выбираете прогулочную всесезонную коляску, то рекомендую обратить внимание на коляску Самбо. И самая легкая, самая компактная коляска из всей линейки – это модель Свинк. Со спальным блоком ее вес 11,7 кг, с прогулочным блоком 11,3 кг, максимальная нагрузка осталась прежней – 22 кг, и ширина шасси такая же, как у Самбо – 61 см. У модели Свинк колеса уже выполнены из материала ЭВА. Он еще жестче, чем гель и, соответственно, жестче, чем надувные колеса. Диаметр колес теперь стал поменьше. Передние колеса 20 см, задние 27,5 см. При этом амортизация сохранилась как на задних, так и на передних колесах. У коляски есть телескопическая ручка. Здесь у нее высота меняется от 103 см до 112 см, поэтому тоже можно использовать для всех членов семьи, чтобы гулять с коляской. Прогулочные блоки у моделей Самбо и Свинк абсолютно одинаковые. Здесь тоже есть расширение в капюшоне. Мы можем увеличить его. И как у Самбо, здесь тоже есть вентиляционное окошечко для наблюдения за малышом. Спинка опускается в трех положениях. Первое положение – это сидячая. Далее положение отдыха и положение сна. Полностью горизонтальное положение. В этом положении размер спального места 95 на 28 см. Также в прогулочном блоке для безопасности у нас ремни с регулировкой по высоте. Съемный бампер как с левой, так и с правой стороны. И регулируемая подножка с непромокаемой частью, за которой мы также будем легко ухаживать, как и у Сальсы и у Самбо. Коляску можно сложить как с прогулочным блоком, так и без него. Для эстетики я опустила спинку, капор. Зажимаю два фиксатора на ручке и просто опускаю ее вниз. В сложенном виде у нас коляска тоже будет самостоятельно стоять. До щелчка мы ее с вами складываем. И для компактности убираем подножку для малыша. Раскладываем коляску, убираем фиксатор и просто тянем за ручку наверх. Все, поднимаем спинку, капор, тормоз и едем по нашим делам. У моделей Самбо и Свинг в комплектацию входят прогулочные блоки, спальные блоки, шасси, а также москитная сетка, дождевик и адаптеры для автокресел 0+. Сумка для мамы, как в комплектации у Сальса, в данные коляски не входит. Как вы успели заметить, компания ABC Design создала три коляски, которые очень похожи между собой. И отличия между ними в полутонах, что мне очень нравится. Если вы живете в городе, планируете гулять по кафешкам, то ваша коляска Swing очень компактная и легкая модель. Если же вы живете в городе, но не исключаете поездки за город, то ваша модель Самбо. Ну а если вы готовы каждый день к приключениям, любите выезжать за город, живете в особенно снежном регионе нашей страны, то ваша модель Сальса. И так как у всех трех колясок абсолютно одинаковый спальный блок по своим габаритам и функционалу, то укутанному малышу будет удобно в любой из трех колясок. А теперь пришло время, не могу сказать, что темной лошадки, а наоборот яркой лошадки, которая все время стояла у нас на заднем плане видео и ждала своего часа. Это невероятная расцветка комик. И когда я впервые увидела эту коляску в Москве на выставке, то я сразу в нее влюбилась и даже сняла очень забавный рилс, который есть в нашем инстаграме. Ссылку на этот рилс я добавлю в описании. На самом деле очень классно, когда компании создают такие яркие дизайны, потому что обычные коляски очень спокойных, цветов монотонных, а хочется праздника, хочется радости, хочется заявить всем о том, что ты стал родителем, мамой, папой. И очень классно это будет делать с коляской комик. Поэтому с нетерпением ждем эту коляску, она будет в дизайне 2022 года. Техника исполнения очень похожа на гобеленовую, при этом ткань остается такой же ветрозащитной, непромокаемой и с защитой от ультрафиолета 50+. Всего у коляски Salsa 4R будет 13 дизайнов. Среди них будут как классические спокойные расцветки, такие яркие, как комик и очень необычный дизайн с лозой в нижней части спального блока. Кстати, напишите в комментариях, какой вид дизайна нравится вам больше всего, более классический или более яркий. Ну а в 2022 году в России мы ждем 4 самых популярных цвета, это комик, а также минерал, крем и херп. Коляска Sambo будет представлена в 4 дизайнах, это Dolphin, Navy, Nature и Asphalt. А коляска Swing будет представлена в двух расцветках, Graffiti Gray и Street. Теперь давайте поговорим о том, как из колясок ABC Design создать полноценную тревел-систему. Большое преимущество, что в комплекте у колясок уже идут специальные адаптеры для автокресел 0+, то есть с самого рождения. На самом деле у большинства других колясок эти адаптеры нужно приобретать отдельно. И адаптеры подходят для автокресел с выходом как у Maxi-Cosi, это большинство современных автокресел. Кстати, на нашем канале есть отдельное видео, где мы сравнили топ автокресла с самого рождения. Ссылочку я оставлю здесь и в описании. У бренда ABC Design есть собственное автокресло с рождения, оно называется ABC Design Tulip. И оно как раз таки устанавливается на шасси и коляски с помощью специальных адаптеров. Данное автокресло имеет самый строгий и самый последний стандарт безопасности R129 i-Size. По данному стандарту автокресло прошло все необходимые краш-тесты. Я напомню, что это резкое торможение, удары сзади, боковые удары и перевороты. Поэтому автокресло имеет очень эргономичное пространство внутри и хорошие вклады членоврожденного для боковой защиты. Также автокресло получило оценку независимой немецкой организации ADAK. И она составила 2,2, что является достаточно хорошей оценкой. Напомню, что в Германии идет обратная оценочная система и чем оценка ближе к единице, тем она лучше. Кстати, про ADAK и краш-тесты на нашем YouTube-канале есть отдельное видео. Ссылочку я оставлю здесь и в описании. И с такой полноценной тревел-системой вы можете оставить спальный блок дома, а взять только шасси и автокресло и поехать по вашим делам. Очень важно то, что малыш может заснуть еще дома, и вы его никак не разбудите и не потревожите. Потому что прям с шасси коляски вы переставите автокресло в машину, а затем обратно также из машины на коляску. Это очень актуально для небольших коротких поездок. А в машину автокресло можно будет установить как на штатные ремни безопасности, так и на базу Isofix, которую вы приобретаете дополнительно. Кстати, несмотря на то, что у колясок ABC Design такая полная и богатая комплектация, у них есть много других классных аксессуаров. Это подножка для старшего ребенка, зонтик, подстаканник, пледы, фонарик, который моргает, чтобы вас было видно в темноте, и много других классных аксессуаров. С помощью них вы сможете доукомпликатовать свою коляску и усовершенствовать ее. Ну что, я была рада вас познакомить с колясками ABC Design. Надеюсь, что среди них вы найдете самую подходящую для себя. С актуальными ценами на коляске вы можете ознакомиться в описании к видео и на нашем сайте picolodetki.ru До новых встреч в наших магазинах Piccolo и на нашем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok